На протяжении истории человечества морские катастрофы неизменно влекли за собой огромные потери жизней и колоссальный ущерб для мировой судоходной индустрии. Эти трагические события, будь то кораблекрушения, столкновения судов, пожары или взрывы на море, могут иметь далеко идущие последствия для общества, способствуя совершенствованию правил и процедур обеспечения безопасности морского судоходства. Подавляющее большинство морских путешествий проходит без каких-либо происшествий. Однако порой обстоятельства складываются крайне неблагоприятным образом из-за военных действий, стихийных бедствий или человеческой ошибки. А когда события принимают негативный оборот, последствия могут быть катастрофическими. Сегодня мы рассмотрим самые страшные кораблекрушения, произошедшие в результате боевых действий. 7 декабря 1941 года стало мрачной датой в военной истории США. Ранним воскресным утром императорский флот Японии нанёс внезапный удар по Гавайям. На военно-морской базе Перл-Харбор базировались десятки кораблей ВМС США. К концу атаки 21 корабль был серьёзно повреждён или уничтожен. В тот день погибло около 2400 американских гражданских лиц и военнослужащих. Почти половина из них — моряки с борта линкора «Аризона». Японские лётчики сбросили на «Аризону» несколько бомб с бронебойными боеголовками. Одна из них попала в арсенал, вызвав мощный взрыв. 1177 из более чем полутора тысяч членов экипажа погибли. «Ямато», головной корабль серии, был заложен 4 ноября 1937 года на военно-морской верфи в Куре, префектура Хиросима. Спуск состоялся 8 августа 1939 года, а официально он вступил в строй 16 декабря 1941 года, хотя полную боеготовность объявили лишь 27 мая 1942 года. Линкор «Ямато» был флагманом императорского флота Японии и наряду со своим систершипом являлся крупнейшим линкором из когда-либо построенных. Его главный калибр состоял из самых мощных орудий, использовавшихся на военных кораблях. Но к концу войны императорский флот оказался в крайне тяжёлом положении. Их флот был разгромлен Соединёнными Штатами, а на родных островах ощущалась нехватка топлива. Зная, что конец близок, «Ямато» отправили в последний рейс к Окинаве. Ему было приказано выброситься на берег и сражаться до уничтожения. 7 апреля 1945 года «Ямато» был атакован американскими палубными самолётами и торпедными катерами. После нескольких торпедных попаданий и многочисленных близких разрывов бомб, линкор затонул в проливе Идзу около острова Окинава. Из 2760 членов экипажа на борту погибло около 2500 человек. Выжило лишь около 270 моряков, которые были позднее подобраны американскими кораблями. Гибель «Ямато» стала одной из самых больших единовременных потерь личного состава для Императорского флота Японии в ходе Второй мировой войны. Это сражение ознаменовало конец эпохи линейных кораблей как главной ударной силы военно-морских флотов. Кага был тяжёлым авианосцем довоенного периода, входившим в состав Императорского флота Японии. Первоначально он проектировался как линкор, но строительство было приостановлено, и впоследствии было принято решение переоборудовать его в авианосец. Кага принимал участие в инциденте 28 января 1932 года — нападении на Пёрл-Харбор, атаках на Рабаул и Дарвин. 4 июня 1942 года Кага был потоплен в сражении за Мидуэй. В тот роковой день палубная авиация ВМС США, базировавшаяся на авианосцах USS Yorktown и USS Enterprise, нанесла удар по японскому флоту. В авианосец Кага попали 4 450-килограммовые бомбы, спикирующих бомбардировщиков СБД «Донтлесс». Еще пять разорвались рядом с кораблем в воде. На авианосце в это время готовили самолеты к вылету, поэтому вражеские бомбы вызвали масштабные пожары в ангарах и на полетной палубе. Справиться с огнем оказалось невозможно, и потрепанный экипаж был вынужден покинуть корабль. Произошел взрыв топливных баков, что и стало причиной его гибели. Кага затонул через девять часов после налета. Из двух тысяч членов экипажа 800 погибли или пропали. Уцелевшие моряки были подобраны эсминцами Хагикадзе и Майкадзе. Остав корабля был обнаружен исследователями в самом конце XX века. Кап Аркона — это большой немецкий океанский лайнер, позже переоборудованный в корабль «Кригсмарини» и использовавшийся как тюремное судно. В 1942 году Кап Аркона послужила декорациями для немецкого пропагандистского художественного фильма «Титаник». В 1945 году она эвакуировала почти 26 тысяч немецких гражданских беженцев из Восточной Пруссии перед наступлением Красной Армии. В последние месяцы войны Кап Аркона использовалась в качестве плавучей тюрьмы. В мае 1945 года на ее борту находилось большое количество узников нацистских концлагерей, когда Королевские ВВС разбомбили судно в Балтийском море, в результате чего погибло около пяти тысяч человек. Еще более двух тысяч человек погибли при затоплении сопровождавших тюремный корабль судов «Дойчланд» и «Тильбек». Это был один из крупнейших единичных морских инцидентов с человеческими жертвами во Второй мировой войне. Сухогруз «Таяма Мару» строился по британскому проекту компании «Нипон Юсен» на верфи Митсубиси в Нагасаки. Конструктивно судно было приспособлено для быстрого переоборудования в десантный корабль путем установки носовых люков и аппарели. «Таяма Мару» введен в эксплуатацию в 1915 году. С сентября 1941 года судно было передано армии и использовалось для войсковых перевозок. Также в декабре 1943 года оно перевозило 500 канадских военнопленных с «Формозы» в Японию для привлечения их к принудительному труду. Когда японская императорская ставка решила укрепить оборону островов Нансей, необходимые подкрепления планировалось перебросить Сакинаву. В этой операции участвовало 12 судов, включая «Таяма Мару». 29 июня 1944 года «Таяма Мару» перевозила более 6 000 человек из 44-й японской смешанной бригады, когда была торпедирована и потоплена американской подлодкой USS Sturgeon в проливе Нансей-Сёто у острова Тайра-Джима. Во время затопления погибло 5 400 солдат и членов экипажа, еще 600 человек успели покинуть корабль. «Худ» был линейным крейсером Королевского флота, участвовавшим во Второй мировой войне. Построенный во время Первой мировой войны, «Худ» на протяжении 20 лет оставался самым большим военным кораблем в мире. Королевский флот гордился его долгой и легендарной службой. С момента ввода в эксплуатацию в 1920 году и до начала войны в 1939 году «Худ» участвовал во многих церемониальных плаваниях, включая учения в Средиземном море и кругосветное плавание с эскадрой специального назначения с 1923 по 1924 годы. После начала Второй Итало-Эфиопской войны в 1935 году он был переведен на Средиземноморский флот. Когда в следующем 1936 году разразилась гражданская война в Испании, «Худ» официально закрепили за Средиземноморским флотом, пока в 1939 году его не отозвали в Великобританию для капитального ремонта. В мае 1941 года «Худ» и линкор «Принц Уэльский» получили приказ перехватить немецкий линкор «Бисмарк» и тяжелый крейсер «Принц Ойген», следовавший в Атлантику для нападения на конвои. 24 мая 1941 года, в начале битвы в Датском проливе, «Худ» был поражен несколькими немецкими снарядами, взорвался и затонул, потеряв всех членов экипажа, кроме троих выживших. Из-за публичного представления о непобедимости «Худа» эта потеря сильно подорвала моральный дух британцев. В 1940 году нацистская Германия с огромной гордостью спустила на воду свой новейший блестящий линкор, назвав его в честь бывшего канцлера Отто фон Бисмарка. Это был самый большой линкор когда-либо построенной Германией. В течение полутора лет Бисмарк терроризировал судоходные пути в Атлантическом океане. В конце концов британцы выслали против него пару своих военных кораблей — «Худ» и «Принц Уэльский». Используя свою превосходящую современную огневую мощь, Бисмарк потопил «Худ» и вынудил принца Уэльского отступить. Однако в ходе боя Бисмарк получил серьезные повреждения. Он пытался дохромать до Франции для ремонта. Но прежде чем это удалось, его преследовала мстительная британская боевая группа. Они встретились, и Бисмарк был уничтожен. Из 2220 членов его экипажа погибло 2104 человека, а выжившие 111 моряков были подобраны британцами. Глориос был вторым из трех линейных крейсеров класса «Кураджес», построенных для Королевского флота во время Первой мировой войны. Он участвовал во втором сражении в Гильголандской бухте в ноябре 1917 года и присутствовал при капитуляции немецкого флота в Открытом море годом позже. После начала Второй мировой войны в 1939 году Глориос провел остаток года, безуспешно охотясь в Индийском океане за совершавшим рейдерские набеги немецким крейсером «Адмирал Граф Шпея», прежде чем был переведен в Средиземное море. Его отозвали в апреле 1940 года для поддержки операций в Норвегии. В июне при эвакуации британской авиации из Норвегии корабль был потоплен немецкими линкорами «Шарнхорст» и «Гнейзенау» в Северном море, в результате чего погибло более 1200 человек. Вечером 28 октября 1955 года линкор «Новороссийск» вернулся из похода для участия в празднованиях 100-летия обороны Севастополя и занял отведенное ему место на рейде. В ночь на 29 октября под корпусом корабля прогремел мощнейший взрыв, пробивший насквозь обшивку линкора. Поскольку в месте взрыва находились носовые кубрики, сразу погибло более 150 человек. Предпринимались попытки отбуксировать «Новороссийск» на мелководье, но прибывший командующий Черноморским флотом вице-адмирал Пархоменко приостановил начатую буксировку. Запоздалый приказ о возобновлении буксировки был уже бессмыслен, носовая оседала на грунт. Вдобавок адмирал не сразу позволил эвакуировать скопившихся на юте порядка тысячи незанятых в спасательных работах моряков. Когда решение об эвакуации было наконец принято, крен корабля стремительно нарастал. Линкор лег на левый борт и через мгновение рухнул мачтами на грунт. Позже того же дня корпус полностью скрылся под водой. В катастрофе погибло 604 человека, включая моряков с других кораблей эскадры. Многие оказались заперты в отсеках опрокинувшегося корабля. Водолазы переставали слышать стук запертых моряков только 1 ноября. На Восточном фронте Второй мировой войны разыгрались одни из самых кровопролитных сражений в истории. К началу 1945 года немцы спешно покидали Прибалтику, опережая наступление Красной Армии. В эвакуации принимало участие военно-транспортное судно «Вильгельм Гуслов». В январе они эвакуировали жителей Восточной Пруссии и других оккупированных нацистами стран Балтии. Вильгельм Гуслов был обнаружен и атакован советской подводной лодкой. Пассажиры погибали от взрыва или вдавки при попытке спастись от прибывающей воды. Когда Вильгельм Гуслов затонул, это привело к максимальным единовременным человеческим жертвам из-за гибели одного судна в истории. По одной из оценок, число погибших составляет ошеломляющие 9400 человек. Морские катастрофы часто становились трагическими вехами в истории человечества, унося тысячи жизней за один раз. Будь то из-за военных действий, человеческой ошибки или стихийных бедствий, последствия этих трагедий были поистине разрушительными. Эти катастрофы стали болезненными, но важными уроками, которые способствовали значительному улучшению мер безопасности в судоходной отрасли и на военно-морском флоте. Хотя море по-прежнему остается опасной стихией, современные корабли и правила существенно снизили риск повторения подобных масштабных трагедий. Человечество всегда будет чтить память жертв этих ужасных инцидентов. Субтитры создавал DimaTorzok